Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии пятницы. Замыкаем мы очередную пятидневку и поскольку все-таки впереди выходные, друзья, конечно же, сегодня торги должны проходить с хорошим настроением. И я очень надеюсь, что за эти выходные вы, как и всегда, сохраните необходимый заряд бодрости, потому что он будет нужен нам на следующей неделе, поскольку снова в понедельник мы с вами возвращаемся на площадки и продолжаем спекулировать теми финансовыми идеями, позициями, инструментами, которыми спекулируем много месяцев. Напоминаю то, что основной посыл, который делается в моих субъективных рекомендациях, с учетом того фона, который сейчас сложился, предполагает ослабление каких-то инструментов рисковых более выраженных, каких-то меньше. Ну и все торговые идеи, конечно же, пронизаны посылом того, что на коне будет оставаться американская валюта. Все благодаря тому, что мы сейчас видим по американской экономике, по секторам, по отраслям, отдельным индикаторам, показателям, статистике, по заявлениям, собственно, чиновников Федрезерва, которые отвечают за монетарную политику. И так же, как и мы, а может быть, да и не может быть, я уверен, больше знают о том, что происходит в Штатах. И, соответственно, на основании этого строят свои прогнозы по темпу ужесточения монетарной политики. Эта тема, я думаю, что извечная. Скоро наступит 2019 год, она ничуть не изменится. Единственный лишь вопрос, который нас будет волновать, это сколько раз Федрезерв поднимет ставки. Но пока что по консенсусу прогнозов предполагается, ожидается, что Федрезерв сделает это трижды. Поэтому изначально мы готовимся к еще одному затяжному периоду роста американцев вдоль всего широкого рынка. Есть, безусловно, потенциальные риски, которые могут затруднить отработку этой идеи. Это еще большее обострение торговых отношений между США и Китаем. Однако пока что эти опасения мы ставим на холд. Потому что, судя по тем комментариям, которые появились вчера, я бы не стал сейчас, опять же, делать акцент на то, что им стоит доверять. Либо то, что они могут привести к нечто большему, чем просто словам. Но вчера, я думаю, что даже кто-то из вас также заметил, нашел в новостных сфотках, появились разговоры о том, что Штаты и Китай могут вернуться и снова сесть за стол в переговорах. Сколько раз мы уже это слышали? Десятки, по-моему. Тем не менее, все заканчивается тем, что Штаты принимают решения, которые расширяют список торговых барьеров. Я не имею в виду более высокие. Импортные пошлины на больший спектр китайских товаров, на больший объем в долларовом эквиваленте. И уже давно, ну лично я смирился с тем фактом, что в конце концов, импортными пошлинами будут обложены все, собственно, импортируемые товары на территорию США со стороны Китая. Это лишь вопрос времени, и я верен этой позиции, думаю, что, возможно, в первом квартале уже 2019 года эти новости на рынке будут озвучены. Ну, давайте все-таки вернемся к тому, с чем мы работаем сейчас. Друзья, текущая торговая сессия не характеризуется, скажем, отсутствием каких-то интересных данных, на которые мы не можем ориентироваться и на которые не стоит обращать внимание. В пятницу сегодняшний день подготовил нам несколько релизов, поскольку мы нуждаемся, конечно же, в фундаментальных драйверах. И сегодня есть таковые. В 11.30 состоится пресс-конференция председателя Европейского центрального банка Марио Драги. В 13.00 мы увидим данные по инфляции еврозоны. Это, как вы знаете, основной индикатор, являющий на решение Европейского центрального банка относительно процентной ставки. Будь моя воля, я бы поменял местами эти отчеты, потому что сначала было бы в идеале посмотреть за базовой инфляцией, а уже потом давать слово Драги. Но в целом мы помним, что у нас были предварительные, важные для медведей заявления от Питера Прата, экономиста Европейского центрального банка. И мы попробовали провести параллель, что точно такая же позиция будет характерна и для Драги. Поэтому сегодня, я уверен, друзья, мы получим снова мягкие заявления. Ну, нужно понимать, конечно же, что Драги – это человек, который отвечает за Европейские центральные банки. Он не может позволить привести в движение, в серьезное движение финансовые рынки, не может спровоцировать всплеск волатильности. Поэтому, конечно же, он будет осторожен в отдельных заявлениях. Но мы попробуем снова почитать между строк, скажем так, и увидеть более значимые посылы, сигналы от ЕЦБ рынку, которые, как уже было много раз отмечено с моей стороны, предполагают важность сохранения мягкой экономической политики. В 13.00, то есть после выступления Драги, как уже подчеркнул, ждем отчет по инфляции. Я сегодня считаю то, что базовая инфляция может снизиться на как минимум 0,1%, снова уйти в район 1%. И если это произойдет, то евро должен отреагировать соответствующими распродажами. И еще один отчет, который я предлагаю сегодня выделить, особенно это данные Baker Hughes по количеству нефтяных терминалов в США в 21.00 по Москве. Почему стоит в этот раз обратить больше внимания, нежели чем всегда? Потому что штаты у нас среди трех ключевых производителей нефти в последнее время и являются генератором самого большего количества статистических новостей. И если мы сегодня, друзья, увидим и убедимся в зафиксированном росте количества нефтяных терминалов, то, соответственно, уже на следующей неделе будем готовиться к еще большему росту нефтедобычи. Давайте поговорим про рынок нефти, тем более, что отчет вчерашний от администрации аналитической информации нам позволяет снова констатировать наличие еще большего фактора для того, чтобы нефть снижалась, даже несмотря на те распродажи, которые уже были показаны. 66.53 это закрытие минувшего торгового дня, сейчас торгуемся чуть получше, 67.14. Друзья, рост актива наблюдается на фоне фундамента, который создает условия для распродаж. Значит, способствует этому только лишь техника. Но мне, в принципе, вот эта картина, которая сейчас на рынке нефти сложилась, напоминает, знаете, такую огромную гирю, которая представляет собой серьезный фундаментальный негатив. И каким-то чудом эта гиря сейчас на воздушных шариках поднимается. Но очень шаткое основание для роста. И я совершенно не удивлюсь, если, в принципе, до конца текущей торговой сессии нефть снова прольют, либо это произойдет на следующей неделе. Потому что вчера вышел отчет от администрации аналитической информации, который сообщил о том, что запасы нефти выросли восьмую неделю подряд. Да и на самом деле, не важно, что он такой затяжной тренд. Но выросли они больше, чем на 10 миллионов баррелей. Это настолько много, что мы, в принципе, можем говорить о рекордных показателях этого роста. И, может быть, еще более важный индикатор того, что рынок обречен на еще больше распродажи, это рост нефтедобычи в Штатах, который сохраняется, который продолжается на очень высоких темпах, на очень высоких оборотах 11,7 миллионов баррелей добывается уже в США. Я думаю, что можно уже смело говорить о том, что прежний прогноз администрации аналитической информации о достижении планки в 12 миллионов только лишь по итогам, ну, 12,1, честно, только лишь по итогам 2019 года, он абсолютно уже не актуален, потому что уже в первом квартале Штаты превысит показатель по нефтедобыче в 12 миллионов баррелей в сутки. Другим регионам уже не поспеть ни Саудовская Аравия, собственно, ни Россия. Вчера мы с вами отталкивались от доклада международного аналитического агентства, который подсчитал, что за последние 5-6 месяцев, ну, почти, почти на 2 миллиона баррелей, опять же, опасаясь за риски дефицита предложений, но, как оказалось, что эти опасения были напрасны, потому что у Штатов был собственный, собственно, расчет и план действий, который знали только они, и вот буквально 3-го ноября за день до вступления финансово-экономических санкций против Ирана Штаты, как вы помните, приняли решение освободить от, можно сказать, ограничение от отказа, запрета покупки иранской нефти, ключевых потребителей, собственно, иранской нефти. Поэтому сейчас, друзья, мы смело можем ставить с вами на риск перепроизводства. Я думаю, что это уже не риск, это уже факт очевидный, потому что текущие цифры только лишь на это и указывают. Соответственно, прежде чем мы снова получим возможность вернуться к идеям, которые предполагают рост нефтянки, я думаю, что произойдет это не раньше начала декабря, потому что в начале декабря, как вы помните, состоится очередная встреча технического комитета, где снова попробуют оценить текущее предложение. И, как было отмечено, возможно, из-за этого будут уместны комментарии, допущения, либо даже конкретные действия о сокращении производства нефти на один, может быть, даже чуть больше миллионов баррелей в сутки ключевыми производителями всей организации ОПЕК+. Но это не скоро, скажем так, у нас есть еще две, как минимум, полноценные недели, и я не оставляю попыток, друзья, все-таки увидеть бренд в районе 60 долларов за баррель. Если бы вчера мы не увидели такую статистику по запасам нефти, я, может быть, стал более сдержанным в своих ожиданиях того, что нефть окажется на более низких уровнях, но цифры меня просто вчера поразили. И я лишь убедился еще раз в том, что у рынка нефти есть конкретный такой уровень магнит, который продолжает притягивать котировки. То, что сейчас идет рост, я много раз уже говорил, это нормальное следствие, когда мы говорим о трендовой динамике. Откат непродолжительный, незначительный. Мы пытались, скажем, попробовать заработать на этом откате дважды, собственно. Лично я прокололся, больше я испытывать удачи не буду. Сохраняю все-таки взгляд на долгосрочное снижение и сохраняю такую же долгосрочную позицию вот с целью 60 долларов за баррель. Рубль 65,89. Соответственно, влияние на рубль сейчас продолжает оказывать вероятность все-таки не задействований новых санкций против российской экономики. Но не знаю, насколько рубль найдет ли достаточный сил, чтобы противостоять тому, что происходит на рынке нефти и дальше. Думаю, что вряд ли, поэтому снова призываю вас, друзья, не питать каких-то ложных, непонятных, необоснованных иллюзий о том, что рубль может оказать достойное сопротивление доллара. Этого не будет. Но не при таких ценах на нефть. Доллар иена 113.42. Мы не достигли сопротивления 114, хотя в целом фундамент тому способствовал. Роничные продажи – важный индикатор активности потребителей, которые мы разбирали вчера на целых 0,8%. С прошлого снижения на минус 0,1%. Прекрасные цифры, еще один сигнал и еще один индикатор, в котором мы, в принципе, не нуждаемся, того, что Федрезерв будет повышать ставки. Заявки 216.214 тысяч – тоже, в принципе, прекрасное значение, которое постепенно готовит нас к хорошим нонкам уже через 2 недели. И очередное выступление Джерома Паула, председателя Федрезерва, тоже полно по риторике оптимизма, поскольку тезисов было много, но если их объединить одной идеей, экономика находится в прекрасном, хорошем состоянии. Соответственно, по доллару мы продолжаем ставить на его неизбежный рост. Я думаю, что если бы не серия очень мутных и мрачных новостей вчера по Брекзиту, то, конечно же, не было бы причин спроса на защитные инструменты, и доллар бы оказался повыше, но еще не вечер. У доллара серьезный внутренний стимул для роста, триггер, стержень, как угодно это можно назвать, и пока что ничему не в силах повлиять на него, и уж тем более очень сильно разгрузить позиции американцев. Но я в это, друзья, не верю. Соответственно, американский фондовый рынок сегодня на азиатской сессии снижается, хотя вчера, опять же, мы видели, что после снижения на плохих новостей по Брекзиту последовал откат. Он был связан уже с непонятно откуда взявшимися новостями о том, что США снова вернутся к переговорам с Китаем, при этом большим инициатором основа повторных обсуждений является уже Китай. Начал я с этого брифинга. Еще раз добавлю, друзья, что пока что особо в эти новости давайте не верить, и в связи с этим не будем отказываться от идеи, которая ранее предполагала снижение еще большей американской фонды, потому что, как и находились под серьезным давлением финансовый сектор, так и технологические, так они и продолжают оставаться под этим прессом, особенно вот на фоне скорого неизбежного повышения процентной ставки. Напоминаю, что ужесточение политики – это негативный сигнал и знак для национального фондового рынка и уж как минимум для финансового сектора. Ну а теперь про британца, который лоу вчера зафиксировал на отметке 1.27.22. Это прямо, друзья, настоящая музыка для продавцов. Я очень рад, что мы наконец-таки оказались ниже, уверенно ниже планки 1.30. Я считаю, что это те значения, которые мы, мягко говоря, заслужили, друзья. Потому что мы старались тщательно следить за всеми деталями этих переговоров по Брекзиту. И даже тогда, когда рынок попался на удочку от ложных ожиданий того, что все классно, мы все-таки продолжали копать и видеть риски. Я детально старался аргументировать свою позицию и в рамках вчерашнего брифинга. Я это продолжаю делать и сейчас, но сегодня я подкрепляю этот негатив конкретными фактами. С заявлением ирландской хеопартии, это, напоминаю, основной коллекционный партнер ТРСМИ, о том, что они не поддержат это соглашение. И, знаете, друзья, сегодня мне предстоит написать много статей, потому что происходит с фунтом. И я в этих статьях буду задействовать следующие формулировки. Это хаос в кабинете министров, это настоящий зряющий бунт, и это уже, в принципе, практически случившееся. Вот у недоверия, которое будет выказан Тереза Мэй. Что у нас по факту? Почему мы говорим о хаосе в кабинете министров? Потому что вчера три высокопоставленных чиновника из ближайшего окружения ТРСМИ подали в отставку. И произошло это буквально через несколько часов после утверждения соглашения о Брекзите. Я вот было задумывался, у меня, ну, конечно же, скорее всего, он не имеет ничего общего с действительностью, но сложилось такое представление, что, собравшись тогда на обсуждение в комедии министров соглашения по Брекзиту, Тереза Мэй признала тот факт, что, в принципе, все провалено. И, в конце концов, ей не избежать отставки, вследствие вот ему недоверия. Соответственно, так же, как и в отставку, выночено будет уйти ее в ближайшее окружение. Поэтому, раз все потеряно, друзья, давайте будем спекулировать, каким образом. Ну, то есть, сейчас мы с вами якобы договоримся, я сделаю заявление о том, что соглашение достигнуто, потом мы разъедемся по домам, и спустя несколько часов после этого ты, ты и ты сообщите о том, что уходите в отставку. Это, безусловно, приведет к ослаблению британской валюты. Но, предварительно, будем сами спекулировать на том, что с этим произойдет, потому что именно мы являемся катализаторами для движения британцев. Ну, вот такая комичная ситуация складывается. И почему я предположил, что именно так? Потому что, ну, как можно было принять решение об утверждении соглашения, и спустя буквально несколько часов после этого действительно подавать в отставку, говорить о том, что мы не согласны с этим соглашением. Мы о чем тогда договорились во время встречи в Кабинет Министров, почему у Терезы Мэй сложилось представление, что ее проект поддержали. Но выходит, друзья, что не поддержали. Значит, против текущего соглашения все. Те, кто считает, что нужно остаться в составе Европейского Союза, уже сейчас больше, ради, даже за необходимость повторного бризиса, те, кто считает, что нужно выйти из ЕС, а считает, что соглашение, которое предложила Терезы Мэй, учитывает только лишь интересы Европейского Союза, но никак не Англии. И в конце концов все это приводит к тому, что мы по-прежнему можем говорить, друзья, о серьезных препятствиях, которые имеются на пути соглашения. Оно еще как таковое, видимо, не достигнуто. Ну или, скажем так, соглашение есть, но против него выступает все большее количество, опять же, чиновников. И если в конце концов, разумеется, дело дадет доводому недоверие, можно будет говорить о том, что придется начинать все сначала по Брекзиту. Кстати, из министров, которые ушли в отставку, был и Доминик Рааб, который, как вы помните, возглавлял делегацию переговоров, являлся министром по Брекзиту, собственно. Если он ушел в отставку, значит, фактически то соглашение, которое протащило Терезе Мэй, совершенно не соответствует его взгляду, как, на мой взгляд, ключевой фигуры, участвующей в этом обсуждении. Поэтому бунт, хаос, это слова, которые прекрасно характеризуют то, что происходит сейчас. Уверен в том, что страсти будут только, скажем, еще больше кипеть, мы продолжаем за этим следить. Друзья, я позволю себе предположить, что наша с вами цель увидеть британца в районе 1.27, 1.26, даже скромно ориентирую, думаю, что фунт легко может простить еще процентов на А5. И предлагаю, собственно, придерживаться такого же взгляда. Евро против доллара 1.1332. Европейская валюта воспользуются слабостью доллара. Но мы в начале брифинга с вами отметили, что в случае, если сегодня разочаривают данные по базовой инфляции, евро тоже может пойти в университет. И к тому же европейская валюта на приори должна также реагировать и на то, что происходит с фунтом, потому что тема в Рейнстане напрямую касается и валютный блок. Параллельно мы ждем новости по Италии и по тому, что будет дальше. И как, в принципе, дальше сложатся отношения до Еврокомиссии и Италии по вот этому злополучному бюджету. Напоминаю, что новости должны быть уже на следующей неделе. Ну и по прочим инструментам австралийца 0.7276. Чуть мы снизились, но чуть-чуть совсем, чуть-чуть не считается. Нам нужно большее снижение. Все-таки эти идеи у нас транслируются довольно давно. И мы уходим, собственно, на следующую неделю, ждем поддержки от доллара, который должен взять лидер со своей лапой, собственно, быки-покупатели этого инструмента и оказать давление на риск. По новозеландцу 0.6835 и доллар канадец 1.3158. Не будем сейчас даже преувеличивать бодрость канадца. Да, ему удалось отбить 100 пунктов, но вы понимаете, очень шаткое основание сейчас этого роста. И если котировки нефти развернутся, как я спрогнозировал, то пара доллар-канадец также окажется довольно быстро снова выше отметки 1.32, а.50. Но не будем здесь каркать. Я сохраняю короткую позицию. В надежде, которая больше похожа на личное бремя, как было отмечено, увидеть все-таки этот дуэт активов в районе 1.30. Друзья, на этом, собственно, все. Хорошие вам пятницы, закрытие, собственно, текущей недели, прекрасных, замечательных выходных. Увидимся мы с вами, собственно, снова в понедельник на вебинаре, который состоится в 16.30 по московскому времени. Это вебинар «Правильный понедельник». На брифинге, кстати, меня подменит мой коллега Александр, который, как уже мы лично убедились, имеет очень много лестных отзывов от вас, друзья. Большое спасибо, что принимаете и так тепло встречаете. В общем, в понедельник без информации вы не останетесь. На этом все. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok